Будем читать из 2-го послания Тимофею, 3-я глава, два последних стиха, 16-17. Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот, братья и сестры, здесь апостол Павел говорит, что как бы такое пожелание и стремление к этому, чтобы человек был приготовлен к всякому доброму делу. В целом, я думаю, нам нравятся добрые дела. И когда нам делают доброе дело, и когда мы делаем доброе дело, и понимаем это, что это доброе дело, нам тоже приятно. Приятно. Я не только полезное дело, но чтобы оно и доброе было дело еще. Ну, можно сказать, всякое полезное дело доброе, но можно его сделать не так по-доброму. А вот здесь апостол говорит, что приготовлен на всякое доброе дело. Иисус Христос, он говорил так, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Вот для того, чтобы делать доброе дело, оно должно исходить из сердца, оно должно быть вынесено, это доброе дело наружу, чтобы для этого необходимо, чтобы сердце было доброе. Я думаю, тоже, опять-таки, если спросить, нам нравится встречаться с людьми с добрым сердцем. И когда мы это наблюдаем, мне кажется, нам тоже хочется вот так вот, тоже быть такими добрыми, иметь такое доброе сердце, чтобы выносить доброе дело, не напрягаясь, не заставляя себе делать это доброе дело, но чтобы оно, естественно, вытекало из нашей внутренности. Оно не всегда так бывает. Даже Христос, говоря, к людям обращаясь, но Он, конечно, говорил истину, и истину необходимо. Он говорит, если вы, будучи злые, умеете добрые деяния делать, то тем более Отец Небесный, Он сделает то необходимое для нас. Значит, мы бываем злые. Плохо это. Но такова вот наша натура после грехопадения. Но Бог сделал великое. Он, Христос пострадал, Духа Святого Господь послал, перерождает нас, дает нам новую природу и дает нам способность быть добрыми и делать доброе дело. Но старая природа остается, и вот поэтому здесь происходит борьба и доброе дело, чтобы утвердилась в нас эта добрая часть, вот человек должен быть приготовлен. Приготовлен к всякому доброму делу. Приготовлен. Ну, приготовление – это работа. Это какой-то труд совершается над человеком, и тогда человек приготовляется. Но если это должно исходить из сердца, значит, работа и над сердцем, над внутренностью, работа над всем человеком, чтобы научить его, чтобы его, помочь ему быть приготовленным на всякое доброе дело. Ну, я так сидел, думал, что здесь происходило в это время, что мы были здесь. Вот происходила вот эта работа. Работа – приготовление нас к добрым делам. Ну, и вы участвовали в этом, ну, как уже братья говорили, и то, что необходимо для нас, делали, делали доброе дело, чтобы мы могли приготовиться, делать добрые дела по тем местам, куда мы разъедемся. И вот это приготовление, оно тоже важная сторона в нашей жизни. Вот мы слышали, хорошо иметь доброе имя. А кому дают доброе имя? Ну, я не имею в виду при рождении, но, как брат говорил, иногда вот как в Арнаве дают имя по его характеру, по его труде, по его делам. Кому дадут доброе имя? Конечно, тот, который добрый, который делает добрые дела, ему и имя доброе дадут. Ну, вот, мы слышали также о том, что беда бывает вот такая, что некоторые отстают или уклоняются, в сторону немножко отходят, или сзади отстают, и Амалик поражает таких людей. Ну, жалко же. Конечно, жалко этих людей, но пусть они даже, может быть, в чем-то виноваты, что не позаботились в свое время. О, ведь написано, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. А для этого тоже надо, опять-таки, работать. Хромлющий человек, конечно, склонен будет отставать. Так вот, чтобы помочь таким людям не совратиться, а лучше исправиться, должно быть доброе сердце, человек приготовленный делать доброе дело, ободрить, позвать, помочь ему быть не в краю где-то, а в центре народа Божьего, нужно делать доброе дело. Но должны быть люди, приготовленные к этому, чтобы делать эти добрые дела. Ну, и также очень важно, как мы слышали, чтобы мы заботились, ну, скажем тоже этим же словом, заботились о добром. Ну, как и было направление наше, чтобы нам не тратить время на заботы пустые, ненужные, а чтобы мы заботились о добром деле. Ну, чтобы этому тоже надо научить, тоже надо приготовить, чтобы сделалось это, ну, характером. Это тоже надо этому учить. здесь. И зачем мы собираемся на собрание, зачем построили этот молитвенный дом? А вот именно собираться здесь, учиться, приготовляться, делать доброе дело, чтобы у нас и заботы были, или переживания были добрые, переживания, мысли были добрые. этому научаются здесь. Но если для этого собираемся, мы, то, значит, кто-то должен проповедовать. Как мы слышали, переживать о благовестии, переживать о душах, чтобы спасались новые души, значит, им кто-то должен нести эту благую весть. и чем мы занимались? Мы занимались тем, чтобы Божий человек, доброе имя, да, Божий человек, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовленный. И вот мы готовились, говорили, рассуждали, молились вместе, готовились учить, передавать Слово Божье, то, что необходимо, чтобы все вместе мы были добрым народом. Вот наш Господь Иисус, вот в послании к Титу, тот же апостол, который пишет Тимофея, он пишет здесь в послании к Титу, что чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Ревностный к добрым делам. Всякое доброе, оно должно возогреваться, так как сорняк растет сам, а доброе растение, оно так не растет, его надо и поливать, его надо и чистить вокруг него, там, полоть и так далее. То есть, нужна работа. И вот, чтобы весь народ, не каждый в отдельности, а вот это гораздо сильнее, когда целый народ, или вот, скажем, в данном случае, ну, церковь к добрым делам. Кто-то должен заботиться, кто-то должен переживать об этом, кто-то должен проповедовать, учить этому, помогать этому, беседовать об этом, молиться об этом. Как хорошо, когда мы все вместе в этом участвуем. И вот, я еще хотел обратить внимание то, чтобы Божий человек был приготовлен к всякому доброму делу, есть и позабочено, Бог позаботился об этом, чтобы это было возможно, дал для этого средства. И вот здесь выше указано, что для этого, чтобы приготавливать к доброму делу, Бог усмотрел Слово Своё. Всё Писание Бог обдухновенно. Бог позаботился, не просто дал нам, подобрал там некоторые высказывания добрых людей и так далее. нет, Бог вдохновил. Всё Писание Бога вдохновенно вдохнул именно то, что нужно в это Слово и дал нам это Слово, чтобы это Слово влияло на нас и чтобы оно послужило к тому, чтобы сделать нас добрыми, способными делать добрые дела и друг для друга и для окружающих. И вот здесь указано это Слово, что оно может производить. Вот мы с братьями здесь и были собраны для того, чтобы вникать вот в это Слово, понять его глубже и чтобы впитать это Слово в себе. Ну, как вот добрый человек выдает из себя доброе, когда сердце у него доброе. Мы можем передавать Слово Божие только тогда, когда наше сердце наполнено этим Словом. И вот мы тут и занимались этим, что наполняли сердца наши тем, чтобы быть наполненными Словом Божиим. Просто для себя? Да, прежде всего для себя. Мы тоже очень в этом нуждаемся. Но не только для себя, а чтобы то, что Бог нам даст здесь, а потом и распространять дальше, и другим передавать, и с другими поделиться об этом. И вот это Слово Божие, оно полезно, вот как здесь написано, оно полезно для научения. Нас надо учить. И хорошо, когда есть добрый учитель, который учит нас доброму. Но он сначала сам должен научиться. Вот этим мы и занимались здесь. Учились, чтобы мы могли учить других на местах. И вот здесь оно также дальше говорится, что это Слово, оно полезно для обличения. Вот, братья и сестры, можно стать добрым человеком или человеком Божиим, приготовленным на всякое доброе дело, без вот такого действия, без обличения. Может кто-нибудь христианин жить годами, возрастать и чтобы его никто не обличал никогда? Я думаю, что нет. Все мы, больше или меньше, все мы нуждаемся в обличении. Хотя само по себе обличение, но я думаю, все мы это испытали и в целом-то оно действие неприятное. Но меня когда обличают, мне неприятно. Но я сердцем своим сознаю, что это необходимо. Тот, кто меня обличает, он заботится обо мне. И хочется тогда это и принимать. А для этого нам дано слово Божие, чтобы обличение было действенно, и чтобы оно действительно привело к тому, чтобы мы были приготовлены на всякое доброе дело, то нуждаемся в обличении, и это обличение необходимо принимать. И вот мы учились этому, чтобы это слово Божие применять и для обличения. Но если произошло обличение – все это уже достигнута цель? Нет! Обличение оно открывает что-то, какой-то недостаток, что-то недоброе открывает во мне то, что Бог не хочет видеть во мне, и то, что и людям неприятно во мне, обличение это открывает. Ну, открыли, ну, и теперь жить с этим. Нет! Слово Божие и ведет дальше. Для исправления Слово Божие полезно. Для исправления вот для этого и обличает, чтобы исправиться. А как исправиться? Все это сказано в том Писании, которое дал нам Бог, заботясь о нас и желая нам нас приготовить к добрым делам, за которые Он потом будет и награждать нас. Вот Он дал нам Слово, которое обличает нас и исправляет, то есть учит нас, как нам исправиться. Вот это исправление необходимо после обличения и дальше. Ну, хорошо. Обнаружили недоброе, обнаружили какой-то недостаток, обличили и справился. То есть перестал делать это зло. Ну, а дальше? Ну, дело-то доброе, это не бездействие, просто сидеть, ничего не делать, никакого зла не делать, это еще не то, к чему мы стремимся. А для чего? А вот Слово Божие, оно полезно и для наставления праведности. Недоброе удаляется, исправляется и наступает место свободно есть возможность теперь жить праведно. И это продолжительное дело Слова Божия. И вот этому мы тоже здесь учились, вникали Слово Божие, чтобы иметь такую способность от Бога научиться этому, чтобы наставлять в праведности или учить, помогать людям жизнь свою строить так, чтобы это было праведной жизнью, чтобы поступки были праведные, чтобы мысли были праведные, чтобы переживания наши, чтобы они были продиктованы желанием, стремлением праведности, чтобы это была праведная жизнь. И к чему она послужит? если вот таким путем мы будем идти, оно послужит тому, что мы будем похвалить Слава Его, как мы и слышали, что Бог и ожидает, и чего Он и достоин. Вот иногда так говорят, ну, неверующие они тоже изощряются в своих мыслях, и вот говорят, вот Бог, надо славить Его, надо прославлять Бога, Он что, вот ищет себе Славу, хорошо ли искать себе Славы? Я думал об этом, действительно, как вот это понять? И для меня очень ясно, Бог сам по себе славный, Он действительно совершенный, Он достоин всякого поклонения, но и человек, который познал эту истину, оно, он будет восхищаться, например, скажем так, красивый лук с цветами или где-то цветы посажены, требует цветы к себе восхищения от нас. Нет, они не требуют восхищения, но они прекрасны, и поэтому оно вызывает у нас восхищение, и из этого можно видеть, я вообще человек чувствительный, способен видеть прекрасные или нет. Так же и в отношении Бога, если Бог мне открыт, если я Его понимаю, если вообще у меня есть представление о Боге, о величестве, о великом Его, о том, какой Он прекрасный, какой Он славный, то, конечно, мне захочется это выразить, или вот как мы бываем, ах, как прекрасно, как хорошо, ах, как замечательно Он поступил, мы восхищаемся, потому что мы способны видеть это, чувствовать это, отсюда и проверяется наше духовное состояние, мы способны понимать Бога, если мы способны, мы обязательно должны видеть, что Он прекрасен, что Он величественный, и хочется жить для славы Его, то есть своей жизнью, своими добрыми делами, которым готовит нас Бог, чтобы был возвеличен наш Господь. Вот к этому мы стремимся, этому мы учимся, и этому мы призваны учить. И если мы вот участвовали в этом, содействовали, помогали друг другу, то это только потому, что Бог так учил, не начал нас учить вот с того момента, когда мы здесь собрались, вас учил в течение христианской жизни вашей, нас учил, и это стало возможно, потому что Бог действовал в нас. Поэтому давайте мы вместе и прославим Его, выразим нашу благодарность, что Бог вообще занимается нами, что Он заботится о нас, Он заботится о церкви повсеместно, чтобы везде были те добрые люди, приготовленные на всякое доброе дело. Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся Господу еще! Спасибо!